В Северо-Казахстанской области проходит зимняя спартакиада «Север-2020». Около тысячи лучших спортсменов региона борются за право называться чемпионами по девяти дисциплинам. Хозяином этого масштабного праздника выбрали Тимирязевский район. Однако соревнования проводят и в других районах, а также в Петропавловске. Кстати, в этом году в программу первенства добавили новый вид спорта. Какой узнавал Абай Альжанов? В спортивную дисциплину с лалом включили в зимнюю спартакиаду «Север-2020» впервые. Здесь принимают участие 26 спортсменов из всех районов области. В каждой команде по два человека. Соблюдать равновесие, преодолевать препятствия, прийти к финишу раньше остальных – главная цель любого спортсмена. Павел Полукеев защищает честь Мамлюдского района. Признается, с лалом открыл для себя впервые. Более 10 лет участвовал только в биатлоне и лыжных гонках. В этой дисциплине он кандидат в мастера спорта. Во второй части соревнований в лыжной я себя более уверенно чувствую. Поэтому главное здесь от лидеров не отстать. Но ошибок у меня не было технических. Сильно я не рисковал, чтобы поменьше штрафов набрать. Поэтому время будет не очень хорошее, но зато без штрафных очков. А Арман Рахметов занимается горно-лыжным спортом уже несколько лет. На Спартакиаде представляет Темирязевский район. По его словам, тренироваться и готовиться к состязанию было нетрудно. Ведь все необходимые навыки и сноровка есть. Две попытки использовали как? Ну нормально. Первое страшно было, но нормально. И второе, надеюсь, лучше проехал. Хороший результат сегодня показал. Надеюсь, завтра еще 10 км будет. Еще лучше. Протяженность этой лыжной трассы 300 метров. Находится она под наклоном в 30 градусов. Все по мировому стандарту. В зимних горнолыжах вида спорта нет. Мы решили включить, потому что, знаете, республика проводит. На каждом республиканском соревновании, комплексном, в таком Спартакиаде они проводят. Поэтому мы, как бы, очень трудно с подготовкой команды. Дан хороший старт. На следующий год в составе команды мы включим и женщин. В этом году только мужчины выступают. Соревнования по горнолыжному виду спорта завершатся 1 февраля. Тогда и определят победителей и призеров. Все результаты пойдут в командный зачет Спартакиады. Абай Альжанов, Казбек Арыкбаев. Новости МТРК.